Девушки отдыхают Все веселье пропустит Вообще про болезни У меня ангина в любое прохладное время года стабильна И у вас бывает такое, что вы пьете в холодное время года что-то такое прохладненькое Пьете и в процессе уже, еще не допили Понимаете, что завтра точно заболеете Но все равно внутри себя пытаетесь со своим иммунитетом договориться И допиваете еще при этом А иммунитет, он, ну, он тебя знает уже давно Он такой, Илья, мы же оба понимаем, чем это закончится И ты такой, бля, братан Ну ты же иммунелли Просто из холодильника Да, еще слышал, что во сне организм восстанавливается Научный факт И я подумал, может, Нику Вучичу выспаться нормально надо просто Новым человеком проснется Первый раз после этой шутки услышал Капец Я ходил как-то гулять с дочкой друга И, ну, ее зовут Алиса И она на детской площадке встретила другую девочку, которая тоже зовут Алиса А им обеим по три года И они еще не понимают, что у людей одинаковые имена существуют И одна подходит, говорит, привет, я Алиса Вторая такая, привет, нет, я Алиса Они стоят, спорят Я как взрослый человек Я подхожу, говорю, девчонки, не переживайте Просто спарринг Кто выиграет, останется Алисой Кто проиграет, навеки будет Тамарой Ладно, на самом деле я сделал не так Я подошел и сказал, девчонки, не переживайте На самом деле вы просто одна большая шестилетняя Алиса Вам сейчас нужно очень широко разойтись Широко разойтись Быстро разбежаться и вот так шлепнуться друг к другу И завтра в школу Еще на детских площадках принято, что родители разговаривают друг с другом И ко мне подошла женщина А я не успел ей сказать, что Алиса не моя дочь И она подходит, говорит, в садик ходите Я говорю, ходим Она говорит, в какой? Я вообще рандомно такой В третий И она такая, о, мы тоже в третий Она говорит, Тамара Михайловна Ну помните? А я, чтобы вы понимали, в этот момент уже в импровизационный кураж вошел Я такой Помню Представляете, буквально вчера с ней в пятерочке виделись В шляпе такой И она говорит, так она ж умерла год назад Я уже придумываю, как из этого выпутываться Она меня к себе подзывает и такая Подожди Ты ее тоже видишь? Слышали еще фразу, когда я ем, я глухонем? Не кажется ли вам, что это очень обидная фраза для глухонемых? Нет? Они, если бы хоть раз услышали Не точно Не понравилось Если бы глухонемой человек мог хоть что-то сказать на фразу Когда я ем, я глухонем Он бы такой Видел мне А я всегда Я еще слышал Я еще слышал, что вы нашим недугом детей к этикету приучаете Вообще, что за люди такие? Но есть плюсы быть глухонемым Потому что вам же всем не нравится свой голос на видео Вряд ли у глухонемых есть такая проблема Ну, типа, они смотрят видео со своим участием И такие Бля, я что, реально так стрёмно руками делаю? Че это за тиктоник вообще? У меня просто еще руки не сломались Поэтому движения такие песклявые Факт интересный В Гонконге территориально очень мало земли Это правда, если что, все Очень мало земли Из-за этого похороны стоят очень дорого Но раз в год Государство Разыгрывает одно место на кладбище И если семья Выиграли То они обязаны занять это место В течение одного месяца Я прям представляю Счастливая гонконгская семья победителей Они такие Ну что, бабуля 45 в целом тоже возраст Хуй с ним сериалом Я еще подумал, там же бедные семьи есть Там же бедные семьи есть И у них, ну, получается, возможно Возможно, трупы по всей квартире лежат Денег похоронить нету И мама подбегает Точнее, дочка подбегает к маме И такая Мам, а где пульт? И мама такая Под дедушкой И дочь такая А по материнской или по отцовской линии? И мать такая Это же пульт! Конечно, по отцовской Вконтакте Ну, все же видели Удобную функцию Когда у вашего друга день рождения Приходит оповещение Сегодня у вашего друга Андрея день рождения Но недавно вышло обновление И мне пришло оповещение Вчера у вашего друга Андрея Было день рождения Как будто разработчики Вконтакте Такие, а давайте Социальные сети Еще и чувство вины у людей вызывать будут Я думал, у меня сейчас в личку фотки Знюхи начнут кидать Где всем весело И у всех же Вконтакте есть друзья С которыми ваша переписка На протяжении многих лет Состоит только из того Что вы каждый год Друг друга с Знюхой поздравляете Я подумал А что, если я с таким человеком в жизни Встречусь, что мне ему сказать? Я такой Привет С наступающим Он такой Тебя тоже Я такой Спишемся Все же еще присутствовали рядом с другом В тот момент Когда он голосовое сообщение кому-то записывает Со второй попытки Со второй А вы такие А я вообще-то первоначальную версию слышал Ну что-то типа Друг записывает сообщение маме Мам, спасибо большое Пирожки были очень вкусные Но мама не знает Что изначально было так Мам, спасибо большое Пирожки были очень вкусные Мы с вами когда звоним кому-то Нам автоответчик женским голосом отвечает Данный абонент времени доступен Пожалуйста, перезвоните попозже И я подумал Это же чей-то голос Ну, существующая девушка Когда-то записывала И мне интересно Когда она, допустим, поругалась со своим парнем Она хоть раз пользовалась своим положением Ну, типа, ей звонит ее парень Она берет обиженную трубку и такая Данный абонент временно недоступен Потому что кое-кто Забыл про нашу годовщину Подумайте над своим поведением Или перезвоните попозже Ладно, приезжай Да, и Есть совет Никогда не шутите в кабинете У психиатра в военкомате Не стоит этого делать Потому что я один раз зашел к нему в кабинет Он мне задал обычный вопрос Тест на психику Он такой Илья, как вы относитесь к апельсинам? Я же думаю, что я комик Я такой Я их насилую Он такой Смешно Вот тебе направление на две недели в психушку По факту По факту я там был всего три дня Потому что всего лишь ебой апельсины Так себе не дуг Но я Я там встретил много странных людей И И там И там Да Встретил много странных людей И была одна самая странная сумасшедшая женщина Она шла по коридору Без пакетов Без сумок Вот так просто И говорила Чебуреки, кофе Покупайте чебуреки, кофе И так как я кретин Я решил, что нужно попробовать купить Я подхожу к ней Подхожу к ней Говорю Можно чебурек, кофе Она говорит Да И ничего не происходит Я даю ей невидимые деньги Беру невидимый чебурек, кофе Стою хаваю, короче И И она такая Ты ебанутый? У меня сумка в коридоре Ладно, народ Спасибо большое Пока Аплодисменты